Об актуальных вопросах продолжим разговор с нашими гостями. Сегодня у нас в студии депутат районного совета Валерий Черников и председатель торгово-промышленной палаты округа Владислав Рымша. Здравствуйте. Добрый день. Валерий Николаевич, первый вопрос к вам. Территория Булатниковского поселения, депутатом от которого вы являетесь, наиболее, наверное, проблемная точка в плане транспорта в нашем муниципалитете. Скажите, какие конкретные шаги сейчас делают со стороны депутатского корпуса в том числе? Депутатский корпус принимает максимум усилий для того, чтобы активизировать жителей, для того, чтобы нас услышали, для того, чтобы нашу проблему Московская область услышала, прочувствовала и приняла как можно быстрее меры для устранения таких проблемных вопросов, как транспорт, обеспечение транспортом, увеличение класса транспорта, создание новых дополнительных маршрутов, а также создание регулируемых тарифов для тех существующих уже сейчас на данный момент маршрутов. Это 12.01, 12.02, 12.24, 10.19, которые следуют именно по Расторговскому шоссе и затрагивают новые микрорайоны, как ЖК Бутово-парк, ЖК Бутово-парк 2Б, Восточное Бутово, Государев-дом и Видный город. Потому что стратегически важный проблемный вопрос, который возникает, именно это там. Потому что нет связи с основным центром, городом Видное. Также есть затруднения с выездом до станции метро. Кроме бульвара Дмитрия Донского, в принципе, больше никуда маршруты не ходят. А также сейчас под спорь хорошее то, что запустили МЦД 2, это станция Бутово. Мы на настоящий момент добились того, что Минтранс Московской области под руководством Андрея Юрьевича Воробьева все-таки принял правильное решение. Нам добавили дополнительный маршрут. Это 507-й, который будет двигаться по двум направлениям. Первый – это Восточная Бутово, станция Бутово. И второй – это Бутово-парк 2 до станции Бутово. И большой круг они будут делать от Восточного Бутово до станции Расторгово. Для того, чтобы наши жители пенсионного возраста, те, кто озадачен проблемой дошкольного и школьного образования, смогли добраться до управления образованием, до налоговой инспекции, до пенсионного фонда, чтобы они могли как-то попасть в наш центральный город, сделали маршрут до станции Расторгово, где можно будет также на муниципальный транспорт пересесть и добраться до любой точки назначения, включая больницы, ГАИ. Ну, все, что у нас расположено в городе, видно. – Проектов много, надеюсь, все они будут реализованы. Владислав Валерьевич, а Вы ответьте, пожалуйста, как житель Видного, как активный житель и председатель торгово-промышленной палаты, со стороны бизнес-сообщества какие-то инициативы или предложения, может быть, поступают в администрацию в том числе? – Ну, на самом деле, я хочу ответить как житель города, потому что с точки зрения бизнеса это немножко другая история, и она не связана никак с городом. Формально, относительно недавно прошла встреча с министром транспорта и дорожного благоустройства у нас в городе Видном, на который мы, в общем-то, услышали ряд ответов на те вопросы, которые нас очень сильно беспокоят. Это и благоустройство ближайших наших дорог, и развязки, которые у нас в городе достаточно проблемные. Все знают, что в следующем году планируется реконструкция развязки, это пересечение дорог проспекта Ленинского комсомола, советская и Березовая улица, также советская и школьная. Если вот данные проблемы, они будут решены достаточно оперативно, то город, конечно, может вздохнуть. – Насколько важно, на ваш взгляд, что все эти вопросы решаются под контролем губернатора? – Ну, знаете, я считаю, что уже хорошо, что губернатор нас слышит, уже хорошо, что мы приняли ряд политически важных решений, которые позволят нам в следующем году реализовать проекты по строительству дорог на территории Ленинского городского округа, а также нас услышали сейчас и на следующий год включили нам регулируемый тариф 12.02. Это большой труд был, большая заслуга была всех вместе, команды, и депутата Госдумы Фетисовича Савсановича, и главы нашего Валерия Николаевича Венцеля. Вот мы добились того, чего просили в этом году, чтобы у нас был дополнительный маршрут 507-й и регулируемый тариф 2-го квартала следующего года. Также будет реконструкция развития дорожно-транспортной сети в Ленинском городском округе. Я считаю, это большая заслуга. – Насколько я понимаю, то, что проблемы решаются на территории всего округа, а не только в конкретных местах, там, в Видном, Булатникове, еще где-то? – По-другому не может быть, потому что мы единый городской округ, где проблемы всех жителей в любой его точке, они затрагивают целостность всего округа. Поэтому для нас принципиально важно, чтобы и Молокова, и Володарка, и Развилка, и Булатникова, и Видное функционировали так, чтобы житель из любой точки мог спокойно доехать до другой точки, не тратя время в пробках, и, опять же, испытывать трудность в каких-то пересадках или в каком-то транспорте, маршруте. Вот это принципиально важная позиция – сделать комфортную среду. – Большое спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Я напомню, что гостями нашей студии были депутат районного совета Валерий Черников и председатель торгово-промышленной палаты округа Владислав Рымша. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова